Привет, сейчас мы будем делать пакет трейсер 11.5.1.2 Это очень сложный пакет трейсер Я сразу открою инструкцию То есть скачиваем инструкцию, сохраняем ее Сохраняем ее на компьютер Нам это понадобится Открываем это в Adobe Acrobat Reader Здесь у нас наша картинка И ниже, 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 ниже Вот у нас огромная таблица С кучей значений и полей В которые нам нужно будет вписать наши значения Сети, которую мы сами разработаем Дальше у нас опять же Есть еще один вопрос Вам тоже сюда надо будет вписать ответ И отправить этот PDF-файл, сохраненный с ответами Вместе с ПК-файлом Который я сейчас скачиваю И открываю в пакет трейсере Также мне нужен будет Excel Чтобы я, в общем, просто чтобы записывать значения И рассчитывать сеть Это не обязательно Открываю пакет трейсер ПК-файл Жду, пока он загрузится Также сразу могу вписать сюда Начало сети Это 192.168 Если я правильно помню У меня здесь в конспекте все записано 0.0.0.0 Это у нас именно основная сеть И у нас здесь также Slash24 Вот такая вот сеть нам будет дана Сейчас я здесь войду в свой аккаунт И мы продолжим Вот я вошел в наш пакет трейсер Нужно нажать куда-нибудь сюда И ввести имя Вводим имя Email Дополнительную информацию Любую Подтверждаем Да У нас сейчас все Перегрузилась сеть Смотрим У нас есть тут инструкция Здесь нам расписано все Как делать Требования Создайте подсети В соответствии с требованиями Узла Используя адрес Тот, который я туда уже ввел Таблицу Давайте с этого и начнем Вот у нас есть таблица в Excel Вот у нас есть задание Секунду Сейчас его как-то так подвину Все У нас есть сеть Нам нужно ее разбить Так, чтобы у нас был Stuff на 100 узлов Sales на 50 узлов IT на 25 узлов И сеть Guest Которая потом будет иметь 25 узлов И пока что ее тут нету Вот видим Тут только 3 сети 4 будет добавлено потом Что ж, начнем Сначала нам нужно определиться Как разбивать сеть Здесь в учебнике Я сейчас покажу Можно перейти на В 6 главе Это у нас Рассказано 4, 5 Ой, не в 6, а в 8 7 И в 8 Разделение На подсети Вот Заходим Например сюда Куда-нибудь в 8 главу И здесь у нас Где-нибудь Сейчас я найду это Вот У нас Расписано Какая подсеть Например, длина префикса Slash 25 У нас будет 2 Подсети Подсети С каким-то количеством узлов Так как мы видим Нам нужно 100 узлов В сети став Нам нужно Как минимум Ой, ну единственное Что мы можем Это разбить на 2 подсети В одной из которых будет 126 В второй 126 А потом мы вторую Разобьем еще на подсети В которых будет уже 50, 25, 25 Что ж, начнем Вот нам сказано Slash 25 Это значит Что мы забираем Давайте напишем Тут маску подсети Вот это у нас 255 255 255 И последнее Я напишу Вот здесь вот У нас точка И у нас 8 нулей Раз, два, три Четыре, пять Так, секунду Три, шесть, семь Восемь нулей Но мы заимствуем Один первый Вот я его так отделю И заменяем его На единицу И выходит Что у нас Маска подсети Будет 255 255 128 Так как Первая единичка В Это 2 в седьмой степени 128 Вот так Идем дальше Дальше у нас Разделяем На подсети Две Сначала Это у нас будет 192 168 0 0 Это у нас По сути То же самое Но теперь Слэш 25 25 И маска Подсети Это же Ну По факту Это надо было Наверное тут писать Сейчас я это Выделю Так Сейчас Секунду Сейчас я пытаюсь Выделить Две этих Все выделил И переношу сюда Вот Это вот здесь Он будет Здесь у нас Маска Подсети 255 255 255 0 Вот Вот так Вот 24 Это у нас Количество бит 8 8 8 8 8 8 24 В последний 0 Здесь у нас 25 Потому что Здесь еще 1 Вместо 0 Как тут То есть Здесь 8 0 Понятно Надеюсь Дальше Это у нас Первая подсеть Наших Подсетей Вторая подсеть У нас Будет 192 168 0 128 Так как Смотрите У нас Будет Считаем Что Это у нас Биты Именно IP Адреса У нас Идет 8 0 Это у нас Вот эта Подсеть Где 0 В конце Так как Мы Единичку Зарезервировали У нас Здесь Будет Опять же 1 Вот так Вот будет Тоже я отделю Вот И здесь Опять же 128 То есть IP Конец Как и маска Подсети Надеюсь Все понятно Ну и маска Понятное дело Такая же Для этой подсети Идем дальше Теперь нам Эту подсеть Нужно разделить Еще на Две подсети Для этого Мы разделяем Ее на Подсеть 192 168 0 128 И Уже У нас Слэш Не 25 А Слэш 26 Маска Подсети У нас Будет 255 255 255 192 И сейчас Я объясняю Почему Потому что У нас Идет Единица Уже Зарезервированная Потом Мы Отдельно От нее Резервируем Еще Одну Единицу И еще Шесть Нулей Вот Вот так Вот у нас Будет Две единицы Это у нас 192 Эта единица Здесь вообще Не меняется А вот эта Вот меняется Поэтому Первая подсети У нас Нули 8 нулей А вот вторая подсеть Этой дополнительной Подсети У нас Будет 192 168 0 192 Тоже Слэш 26 Как я уже Объяснял 192 Тут Таким же Образом Здесь у нас Нолик Для этой Подсети А здесь У нас Единичка И поэтому 192 Надеюсь Понятно Маска Такая же Дальше Нам нужно Разделить Эту подсеть На еще Две Подсети Чтобы у нас В них Было По 25 Узлов Поэтому 192 168 0 200 40 224 Вот так вот А И это уже Слэш 27 у нас Будет Вот Стоп Это у нас Будет Вторая подсеть Этой подсети Здесь у нас Будет Первая подсеть Этой подсети Опять же Здесь будет 192 Потому что 2 бита У нас Уже Зарезервированы И мы Их не Меняем Однако Здесь будет Теперь 2 Зарезервированных Бита И третий Тоже Резервируем Остается 5 бит И маска Подсети У нас Будет 255 255 255 224 224 Вот Резервируем Дополнительный Бит И поэтому Вторая подсеть У нас Будет Вот здесь Он будет Так Стоп Здесь Будет Опять же 8 нулей А вот здесь Будет У нас 3 единицы И поэтому Здесь будет 192 168 0 224 Слэш 27 И что мы видим У нас была Основная сеть Слэш 24 У нас появилась Первая сеть Давайте я выделю Другим цветом То что мы будем Использовать Это у нас Сеть Первая Для 100 устройств Это у нас Сеть Которую мы Обратно разделяли То есть Ее мы не используем Так как Ну мы ее используем Но мы ее еще разделили То есть у нас Маска меняется Поэтому это тоже Выделяю И выделяю Вот это И вот это Вот Это у нас Выходит 4 сети Одна большая Одна поменьше И две еще Поменьше Вот так вот У нас вышло Надеюсь я все Понятно объяснил Что ж Это мы разделили Давайте внесем Эти данные В таблицу Чтобы потом Проще это разделять Открою сейчас Здесь инструкцию В которой объясняется Что чему Смотрим Став У нас У нас он будет G0 0 Вроде как Давайте проверим Став Да Сейл сойти По порядку То есть 0 0 И так далее Назначаем Узлу Став 0 0 0 0 И маска И маска Под сети У нас будет У нас будет 0 Копируем 193 193 И так далее То есть С1 С1 У нас У нас уже С тройкой В конце Вот так Маска Под сети Такая же И шлюз По умолчанию Такой же Мы разделили Разделили на 4 сети Но четвертая сеть Не используется Потому что Она у нас Зарезервирована Для гостевой сети Давайте скопируем Сразу Со Слэш Что 28 Ой Слэш 27 Вот Вот это у нас Зарезервировано На гостевую сеть 25 узлов Все С сетью Мы разобрались Давайте теперь Наконец-то Настраивать устройство Здесь все Тоже Не просто Ну как Не просто Довольно просто Но просто Много Всего делать Закреплю Это сверху Чтобы По порядку Все делать Открою PDF Здесь Вот так вот Это уменьшу Чтобы он PDF Не закрывал Вот И давайте Настраивать Сейчас я Таблицу Вернусь Все Давайте настраивать Смотрим Сначала Настроим R1 Ой Что нас Просят сначала Настроить Настройка Компьютеров Но их Неинтересно Давайте С самого начала Настроим R1 Потому что Это самое сложное Заходим В R1 CLI Enter Начнем Здесь у нас Есть перечень Всего что нужно Настроить Так как я это Помню Я просто Ну не помню У меня здесь Конспект не написано Я просто буду По порядку Все настраивать Как мне удобно Энабель Конфигур Терминал Хост Нейм Нейм R1 Сервис Пассворд Энкрипшн Секьюрити Секьюрити Пассворд Минимум Минимальная длина 10 То есть мы поставили Минимальную длину Для паролей 10 Настраиваем Дальше Логин Блог Блог Фор Можно там вам пользоваться Чтобы дописывать Блог Фор 180 Атемпт 4 За Что не так В Визин 120 Вот Так Ошибка где-то Ой Опечатка Визин Так Да правильно Нет Неправильно Секунду Ой Зачем там H Я вот Забудался Все Вот Мы настроили блокировку Входа У нас будет Блокировка на 180 секунд Если будет Неправильные 4 попытки За 120 Секунд Продолжаем Enable Secret Смотрим Какой нам нужен Пароль Где-то он здесь Назначите В качестве запроганного Пароля Для доступа К режиму Вот он Копируем его Вставляем Ему что-то Не нравится Секунду А потому что Он Энэйбл не читает Как Н Здесь нужно Энэйбл Секрет Вот все Он настроился Дальше Юзернейм Создаем Пользователя Юзернейм Вот у нас Задача пользователя Admin 1 Копируем Admin 1 С 15 уровнем Прилегионированного доступа И зашифрованным паролем Поэтому Секрет Админ Секрет И пароль Где у нас здесь Админ 1 Па 55 Вставляем Дальше Дальше у нас Дальше Нужно ввести Поиск DNS Это мы его Отключили Дальше IP Домейн Name Какое у нас здесь Имя Вот Имя домена CCNA Lab.com Копируем Вставляем Подтверждаем Все Дальше Баннер нужно настроить Banner Mod Открываем Скобочки Здесь нам нужно Вставить Слово Warning И что-то еще Например дописать Я просто Вставлю слово Warning Дальше Настроиваем Пароли Для доступа К консолям И настраиваем Сами Линии Доступа Line Консоль 0 Здесь мы Пишем Exec Time Out Опять Пробел 0 Time Out На доступ Дальше Пароль Здесь нас просят Поставить пароль Где здесь Вот Другой пароль Вроде как Да Видите Здесь Циска E NPA А здесь Циска NPA Без E Копируем Вставляем Вводим Все Дальше Пароль И нужно Прописать Обязательно Логин Так Теперь настраиваем Остальные линии Line VTI 0 0 15 Здесь То же Самое Exec Тире Time Out 0 5 5 0 5 0 Не ошибаться Важно Логин Local Это мы Делаем Чтобы Доступ к этим Линиям Был только Локально Не удаленно И Transport Input SSH Вот Что ж Мы настроили Почти полностью R1 Осталось настроить Его интерфейсы То есть Gigbit Ethernet 0.0 И так далее Смотрим Нам нужно строить Все интерфейсы Поэтому Просто по таблице Один за другим Настраиваем Их всего 4 Интерфейс G.0.0 IP Адрес Копируем IP адрес Копировать Вставить Копируем Маску Под сети Копировать Вставить Дальше IP В 6 Адрес Копируем IP В 6 Адрес Он у нас Правильный Да Копируем Вставляем IP В 6 Подтвердаем Ой Я Слэш 64 Это в компьютерах Это не надо Здесь нужно Ставить Фух Дальше Настраиваем IP В 6 Адрес Link Local Его Вставляем Link Local И No Shutdown Включаем Интерфейс Этой командой И Все Ну он у нас уже был включен Но на всякий случай Мы его включили еще раз Хуже от этого точно не станет Таким же образом Настраиваем Оставшиеся интерфейсы Также можно прямо во время настройки Нажимать Check Results Кнопочку И смотреть Что у нас настроено Правильно А что нет Давайте например проверим R1 Смотрим что у нас R1 Я все настроил правильно Не настроил Только еще Гибит Ethernet 0.1 И 0.2 А SS Ну Серийный порт Уже и так настроен То есть его настраивать не надо Вроде как Да Все Выходит нам осталось только настроить компьютеры И донастроить R1 В общем я убедился в том Что я настраивал R1 правильно До этого времени По крайней мере Дальше Интерфейс G01 Здесь также IP Адрес Копируем IP адрес Интерфейса G01 Вставляем его Маску под сети Вставляем Теперь IP V6 Адрес Кстати можно удобнее настраивать Просто стрелочкой вверх Например IPv6 Адрес Можно сразу Link local прописать Можно найти IPv6 адрес И здесь добавить Как мы видим Здесь добавлена Единичка То есть у нас Идет еще один От ноты Иточие Единичка Настраиваем И No shutdown Все Настроили И также настраиваем Третий Интерфейс G02 Листаем К IP Адресу Меняем Здесь 129 На 192 Вот 192 И маску Под сети На 220 Так 192 Здесь нельзя Так Секунду Куда-то далеко Улистал Вот 192 Перемещаемся Сюда 224 Подтверждаем М Говорит Что неправильная Маска В каком смысле Так Секунду Почему Он говорит Что маска Слэш 27 Не подходит Для этого IP Может я Что-то неправильно Рассчитал Давайте посмотрим Ой Все правильно Это же я Ошибся Здесь должно быть Не 192 А 193 Это же у нас Идет 192 Это именно Сеть Вот смотрите 192 Это сеть А первого устройства Но у нас 193 Поэтому давайте Перенастроим 193 Все Теперь у нас Все настроено Правильно И Ну как правильно Почти все Я снова забыл Про IPv6 IPv6 Здесь Двойка Опять же Все Это В таблице Есть И link local Такой же Или стоп Link local У нас меняется Или нет Нет Link local Здесь не меняется Везде Один Link local Фух Что ж Мы настроили Полностью R1 Давайте проверим Check results Assessment items И смотрим Что R1 Полностью Весь настроен Осталось Настроить S1 S2 S3 И Sales Stuff И IT Приступаем S1 Открываем CLI Опять же Enter Здесь Все настраивается Практически Точно так же Меньше Только команд Ну и всего Один интерфейс Давайте смотреть Здесь у нас Написано Что нужно настроить На S1 Коммутаторов Настройте имя устройства В соответствии С таблицей Enable Configure Terminal Имя устройства Host Name S1 Правильно Ведь у нас S Здесь Да S1 S2 S3 Все довольно просто Hostname S1 Дальше Присвольте Виртуальному Интерфейсу Но я это читать Не буду Я просто буду Делать из своих Конспектов А вы можете Читать и делать По очереди Я просто не хочу Затягивать Hostname Service Password Encryption Дальше Enable Secret Разве что Enable Secret Нужно копировать Ctrl-C Вставить Дальше У нас Enable Secret No No IP Domain Правильно Пишу Да Look Up 2L Лишнее 1 Вот No IP Domain Look Up IP Default Getaway Сразу настроим Смотрим в таблице S1 Default Getaway Это у нас IP Андрес G00 Копируем его И вставляем В S1 IP Дефолт Здесь маска не нужна Просто так ставим IP Дефолт Есть Теперь Линии Line Консоль 0 Пароль Пасворд Другой Пароль Пароль Копируем Вставляем Пароль Настроили Дальше Lo Login Exe Ой Login Просто Теперь Exe Timeout Я там Нажму Нажму 0 Ну это мы уже настраивали Exe Timeout 5 0 Теперь Line Vti 0 Пробел 15 Exe 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 Timeout 5 0 И Login Ой Стоп Login Local Все Это мы настроили Интер Линии Теперь осталось настроить Интерфейсы Выходим Интерфейс VLAN 1 Настраиваем Его Здесь Где VLAN 1 Вот S1 Копируем IP Адрес Вставляем И Маска Под Сети Копируем Вставляем Подтверждаем Дальше Включаем Интерфейс И Все Здесь Не нужно IP V6 Указывать Так как Здесь У нас Только IP V4 Есть Также Делаем Со Следующим Ой Давайте Проверим Сперва Все ли Я правильно Ввел Смотрим S1 Все Правильно Давайте Настраивать Следующий S2 Сейчас Он у нас Откроется Вот Он Настраиваем Точно Так же Enable Confirmier Terminal Host Name S2 Service Password Encryption Enable Secret Не знаю Что сложно Это все Копировать Поэтому Можно Зранее Написать Себе Это все По порядку А потом Просто Копировать Команды И вставлять Они будут Автоматически Выполняться Копируем Копируем Вставляем Enable Secret No IP Domain Lookup IP Default Getaway Это у нас Будет G01 Control C Control V Ой Paste Default GTV Настроил Линия 5 Line Консоль 0 Password Вот Он Вставляем Роль Login Exec Timeout 5 0 Фух Не просто Это все Печатать И довольно Долго Line VTI 15 0 Ой 0.15 0.15 Опять же Здесь Exec Timeout 5 0 Login Local И Давайте попробуем Отсюда Интерфейс VLAN 1 Да Отсюда тоже Можно Заходить В настройку Интерфейса Не выходя В конфигурацию IP Адрес IP Адрес У нас Вот он Копируем Вставляем Вставляем 100 130 У нас Выходит Так как Здесь 129 Следующая 130 Маска Подсети Такая же 192 Копируем Вставляем No Shutdown Включаем Интерфейс И проверяем Чтобы потом Далеко не Лезть Проверяем У нас Второй С2 Настроен Таким же Образом Настраиваем С3 Я поставлю На паузу Настрою Все И покажу Вам Вот я Настроил Маршрутизатор Точнее Коммутатор С3 Вот Вводил Так Секунду Все команды И можно Нажать Check Results Проверить Assessment Items И здесь Мы видим С3 Полностью Правильно Настроен Осталось Настроить Только компьютеры Это самое Простое Поэтому Заходим Computer Stuff Desktop IP Конфигурация И просто Копируем Из таблицы Ну как Не все Так как Вот здесь Я прописал Что у нас Такое IP Маска Под сети Вот такая Default Getaway Такой Просто Одна Линия То есть У нас идет Здесь уже Здесь у нас 0.1 0.2 0.3 Не Phone Getaway 0.1 И для Компьютера И для Коммутатора Надеюсь Это понятно И еще Нам нужно Настроить Здесь IPv6 Это мы Настраиваем Став Поэтому Копируем Этот IPv6 Без Слэша Его нужно Вручную Вписать Сюда Link Local Вот сюда Вписываем Вот он У нас Написан Ой Не то Не то Не то Вот Его Сюда Перепутал Немного Это у нас Это не Используется У нас Дальше Sales Ой Ну Закрываем Этот компьютер Давайте проверим Правильность Став Все правильно Все Дальше Sales Я по-быстрому Все это Настрою IP Конфигурация Берем G01 129 Добавляем 2 Это у нас Будет 131 Маска Подсветим Ой Давайте Сразу Пока скопировано Сюда 129 Default ГТО и вставлю Маску Подсети Вставляем И так же IP В6 Это у нас Sales Вот он Копируем Маску Подсети 64 И FE В общем Вот это Копируем Сюда Закрываем И IT Настраиваем Десктоп IP Конфигурация Где у нас IT Вот он Вот он У нас Это G02 Опять же Добавляем 2 Выходит 195 В дефолт ГТО и без Изменений Маска Подсветим И IPv6 Андрес И Шлюз По умолчанию Секунду Все Копируй Копируйся Ты Все Скопировал Закрыл Смотрим У нас 100% Значит Мы все Выполнили Правильно Читайте Задание И Делайте Все как я Надеюсь У вас тоже Все получится На этом Все Пока Продолжение следует... Продолжение следует...